1, 2, 3 Привет! Когда вы заходите на официальный сайт команды Капитан, профайл игрока, то увидите рост, вес, фото и дату рождения. Хотелось бы знать чуть больше, не правда ли? Вот и мы и так подумали. Любимое блюдо, идеал девушки, жизненная кредо. Скоро мы будем это знать о каждом игроке. Первооткрывателями нового проекта ХК Капитан сквозь объектив стали защитник Максим Гончаренко и нападающий Никита Комаров. Так? Начали! Все, получалось. Да, фамилия, имя, отчество. Комаров Никита Валерьевич. Ну, а я Гончаренко Максим Витальевич. Сегодня мы сделаем для вас очень смешное видео. Куда родился? Я? Да я апрельский 10... Я 10 апреля родился, 93-го года рождения. Старик, блин. Я 11 января 1964 года. Ты что, дишь по Бородию? Да. Место рождения. Ну, я родился в одной деревушке, в городе Зеленоград. Сейчас это Москва. А ты еще в Климовске. Ну, а я в Климовске. Это вообще городище. Большой город. Да я проезжал, только два деревянных дома-то и все. Амплуа у тебя какой? Вообще-то защитник, если ты не знаешь. Под каким номером играешь? Свою-то амплуа, скажи. Я? Нападающий? А я пишу защитника. Вообще глупый человек, какой-то за нас сидит. Так, у тебя какой под клюшки-то? У меня правый. Правый? Тогда у меня левый. Ой, 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 совсем еще парень. Из какого-то клуба ты пришел в Хэйка Капитан? Из Витяза. Из Витяза? Из Витяза. Из какого? Чеховского, Подольского? Подольского. Подольского. Тоже мой. Ты скажи, какой-то. Я из центра пришел. Из центра пришел. Это юньюорская команда была? Кому и когда забился первый гол? В МХЛ? Когда? Или вообще, когда первый гол забил? Я, по-чему, знаю. Я вообще-то не профессиональный клуб вроде. Ну, забил. Точно не в юньюорке в центральном. Кому? Ну, пусть будет. Я даже не знаю, может быть. Пусть будет Спартак. Спартаку забил. Что-то пора, когда первый гол забил. В детстве, я не знаю, в каком... В профессиональной карьере человек. Какой-то со мной вообще человек. А, в первой игре с Ригой забил. Вот это мастер. Я с Красной Армией забил. Ну, что ты там забил-то, я бзюшку кину-то. Да, конечно. Образование-то вообще имеется? Там вообще-то пулю влетела. Я тебе образование говорю, есть другой вопрос. Да я про пуль тебе говорю. Там влетела. Давай образование. Ну, образование вообще-то сейчас у меня почти. Ты когда-то в последний раз в институте появлялся? Ну, вообще-то появляюсь. У меня уже на третьем курсе сейчас. Какой ты третий курс-то? А так у меня сейчас получается какое? Среднее образование получается. Не полное, а высшее скоро будет уже. Потом высшее. Чуть-чуть осталось до высшего. В каком-то институте учишься? Скоро дипломированный специалист станет. Да ты чуть не все что, я тебе говорю, как учился в школе. Вообще-то на пятерке. До какого класса ты? С первой по пятой? Да. Тоже на четверке. Ты вообще меня спрашиваешь, ты будешь сегодня? Я хорошистом закончил школу. Хорошистом. А у тебя какое образование? Образование? Вообще, я учусь в Малаховке на очном. Я уже на втором курсе, блин. Ты что? Не то, что там только подольский, какой-то институт там галимый. Вообще-то я уже на третьем, если бы что. Да ладно, это институт вообще в порядке. Мой вуз ходит в 100 лучших вузов в России. А у меня в 50 лучших вузов в России. Извините, у меня поменьше. Или в 51-й, не помню. А ты как учился в школе? Вот я как раз учился хорошо, в отличие от некоторых. Я тоже хорошо. У меня отец так хороший. Я на все четверки закончил. Ну ты на все четверки. У меня даже пятерка была по физкультуре. У меня не было физкультуры. А у меня была физкультура. Какой твой любимый предмет был? Был. Был. Лисование. У тебя руки-то вообще из какого места растут? Мой любимый предмет, наверное, был... Не знаю, какой даже. Русский язык. Русский язык? Да. Твой такой предмет. Ну, может быть, тоже русский язык или история. История вообще. Ну, а что, история-то нормальная, надо на своей стороне знать-то. Ты вообще ничего не знаешь, я как спросишь и все. Да, конечно. Есть ли домашнее животное? Когда бы хотелось везти? Да у меня была как-то собака давно. Как-то была? Ну, как-то была, но... Когда совсем был ребенком, а сейчас-то нет ничего. Ни кошек, ни собак, ни хомяков там. Да, как-то, не знаю, не хочется заводить, не знаю. С ними надо возиться, а времени нет. Не, у меня дома есть кошка. Кошка ее? Кошка. Персидская? Да. Что, да-то ее просто так на бум скажешь? Я не знаю, я сказал, персидская. Лиза зовут. Лиза? Да. Ей уже 13 лет. Сколько лет? А. Она уже старая. Старуха. А вот смотри, гончары, если не хотят, то что? То работа. Работа? Да. В хоккей тоже моя работа, а если не хоккей, то не знаю, что-нибудь. Не знаю, отучусь и буду... Не, ну ты вот... Я же вот выпущусь после своего вуза, стану дипломированным специалистом. Каким-то диплом... Открою свое ИП. ИП откроешь свое. Да, свой бизнес, короче, и все. Стану... Бизнес. Ну понятно, все с тобой. А Маляром ты не хотел там стать? Нет. А ты кем хотел стать? Если бы там хоккей, то что? Каким-то олигархом, то может попробовать там, не знаю. Ну хотя после спортивного института. Хотя нет, если бы... Если не хоккей, что у тебя будет? Вопрос ответ. У меня был бы автосалон Мерседеса. Я бы был владельцем. Что за человек, какой Мерседес? Откуда у тебя деньги на Мерседес? В смысле, ну выучился бы там, я не знаю, и все. А кого ты выучился бы? На тренера? Какого на тренера? Если бы не хотели, я бы поступил в какой-нибудь другой институт, правильно? А сейчас вот, у тебя с хоккеем не удастся, и что ты сделаешь? Сплюнь, а? Что ты несешь-то, ё-моё? Тебе спрашивается другую вопрос. Все, давай, давай, ладно. Чудик, ё-моё. Чем бы ты никогда не стал заниматься? Я тоже точно знаю. Я не знаю. Я бы, наверное, не стал бы точно играть в Кёрлинг. Никогда. Почему? Что сразу Кёрлинг? У нас что, больше ничего нету? Кёрлинг вообще ни о чем просто. Да, а в Дарсе тоже классно, да? В Дарсе вообще прикольно. Обалденно. Да, меткость. Да, Кёрлинг, это вообще, конечно, с щетками чистить. Уже соглашается со мной. Что за человек? Ну ладно, я что-нибудь другое выберу. Мне лично еще бабсы и санны спорты, вообще, тоже бессмыслицы. Кататься по горкам, я не знаю, по ледяным. За какую команду болел в детстве? За какую ты команду болел в детстве? Ну, так как я жил в Подольске, играл на Витязь, я за них болел. Ты только и за Витязь болел всю жизнь? Да. Понятно, что это. Это из русских, думаю. Да. А, из МХЛ, допустим. Детройт, в Атольевске. А, ну ты в Атольевске не сей броню. Да. Ты кусаешь своих клубов? Да у меня, в принципе, много клубов. Не, ну по России-то нет прям такого конкретного. Есть там, может быть, там, Казань, там, Динамо. Здорово играют. Вот. А в детстве, может быть, в детстве я, может, болел за, за авангард, там, нет, не за авангард, а, да нет, в принципе, за Динамо, потому что я раньше играл в Динамо, болел за Динамо. А в Атольевске мне нравится, в принципе, в ГБ команде. Каким видом спорта увлекаешься, помимо хоккея? Футбол, волейбол, пляжный. Ну ни о чем вообще не умеешь играть, между. Ты это, ты себя видел. Я футбол, волейбол. Руки, руки, ноги у тебя растут вообще не оттуда, как тут надо. Удар поставлен вообще. Удар тебе поставлен. Ты сколько-то литр в колу проиграл? Я все выиграл. Четыре литра кола. Ну и Саня Иванова тебя порвали, как Тузя говорил. Не помню. Не помню, что ли. А колу-то принесли? Не я приносил. Вот ты какие? Кумир в хоккее. Кто у тебя? Кумир в хоккее? Может быть, Ягар? Ну да, правильно. За Ягар пытаешься всегда в Анхайлку поиграть. Да не всегда пытаешься. Как попадается в Даллас, только за ними играешь. Счастлив сразу, когда... Даллас, Габорик, Королюк, Федоров, Орламов. Их много на самом деле. А у тебя кто кумир? Так догадаюсь, Гончарный, да, Сергей? Нет? Нет. Ну это кто? Илюха Ковальчук. Илюха Ковальчук, ты играешь в обороне. Какая разница? Илюха Ковальчук, Илюха Ковальчук все равно. Конечно, Анчоус. Сам ты Анчоус. У тебя такой вопрос, чевковать. Да у меня стандарт, от фамилии Камар. Аид, может? Нет, вообще-то у меня всегда был Камар. Да. А вот у тебя Анчоус. Дай тебе переправить. Да, тяжелый. Анчоус лучше звучит. Да. Чем будешь заниматься после спортивной карьеры? Курить бамбук? Нет, я так же открою свой бизнес. Чего ты там откроешь? Открою бизнес. Ты так консервную банку открыть не можешь, Йома. Ты еще будешь бизнесу открывать. Так я тоже в бизнес пойду. Только вы... Да че ты показываешь? Пальца сам ты че откроешь? Будешь ко мне проситься фирмы. Помоги, помоги. Че ты? Самый романтичный поступок и наоборот самый ужасный. Самый романтичный поступок. Такого пока, наверное, не было. Ну правильно, да. Девушки-то были хотя бы с вами? Девушка была. Не, на самом деле, девушка была, но прямо... Че зависит, загрузился, а? Да не было там. Самых ужасных тоже не было. Ты не загрузил, это не а вот у тебя, допустим. Ну у меня, например, фактический поступок. Я девушке сделал из... Чего ты сделал? Подделочку, да? Из макарон. Да. А ничего себе банку подарил, а? Я из свечек расставил на улице свечи. На улице? Да, на улице. В Подольске? Да. Интересно. В Климовске. Расставил свечи, поджег. Никто не пригодил погреться? Нет. И сделал прикольную надпись. Какую? Не помню. Так и написал, да? Не помню. Нет, я, ну, сделал... Все, давай, все, забудь. Что никогда не простишь? Не знаю. Я прощаю все. Я вообще, я любитчивый человек. Правильно. А тебе больше ухо другого нет. Что больше всего нравится делать на льду? Заниматься своим любимым делом и иногда почаще всего улыбаться. Галы забивать и пасы отдавать. И смеяться. Смеяться. Ты что, выходишь на льду, смеешься своими днями? Отлично. Так-то надо с улыбкой все делать. А потом тебе кое-кто там вставляет тебе. Чем занимаешься... Чего там вставляет? Чем занимаешься в свободное время? Че, где ты в обрастаешь? Ну, и не знаю там. Ну, вообще-то на базе отдыхаю. А когда на выходном, то с девушкой в свободное время провожу. И с родителями. А ты? Ну, если, конечно, отпускают нас домой, там уже, понятное дело, побольше пытаешься с друзьями, с родителями провести. Ну, а на базе-то обычно с этим я-то живу. В приставочку играем, в карты, да. Как все остается, там полупроигрываем. У нас неинтересно. Ну, следующий вопрос. Жизненная кредо, позиция, девиз, главный принцип жизни. Жизненная кредо. Да. Да, что-то. Я не знаю, сам. Ну, позиция... Мой девиз в жизни, вот, завтра строится, сегодня, вот. Ну, завтра строится, сегодня, вот. Нет, у меня на самом деле всегда добиваться своей цели, идти до конца, как бы трудно не было. Не, ну, это правильно, конечно, я согласился. Ну, а самое главное, девиз, у нас все это норматива, все это... Да, конечно. Любовь, это... Подоложи фразу. Вспоминай эту жвачку. Любовь, это... Это счастье. Ты что читаешь мои мысли? Только что ты хочешь сказать? Ну, пусть будет. Ведомое, другое, человек. Сейчас допишу. Пиши, пиши, человек, так долго. Любовь, это... Ну, пусть будет счастье. Ладно. Любимая музыка, давай. Любимая музыка? Да я меломат, в принципе, не все равно, если то, что понравилось, то и слушаю. Нет такого прям определенного. Я тоже люблю под 90-е подскочить. 90-е, да, особенно это с ума сходит, я уже не знаю, что с ним делать. Любимое блюдо? Какое блюдо тебе нравится, когда ты приезжаешь там, можешь на родителей взять? О, да в принципе-то у меня нет, прям особенно. Мама у меня всегда очень вкусно готовит. Все, что мама не приготовит, всегда съедаю. Но мне больше всего нравится, когда мама тушит мне овощи с мясом или с рисом там, или вот обивную. Это у меня больше самое вкусное, что есть. Ну, для меня лично. А вот у тебя, допустим, какое блюдо? Ну, у меня, например, есть любимое блюдо рис с жареной курицей и мясо по-французски. Мясо по-французски ты почти каждый день ешь, ты очень другое там любимое блюдо-то. Ты такой, я думаю, меня по-французски ешь. Я по-французски я редко ею. Ладно, самый приятный звук. Стоны? Я даже не знаю, как у нас приятный звук. Ну, вот, допустим, мне нравятся стоны. Нет, ну, самый приятный звук, наверное, ну, звук моря, скорее всего, когда ничем не думаешь, в принципе. Когда романтика, когда нет, нет, ну, почему? Да какая романтика, погоди ты своей романтикой. Когда отпуск, да, когда тут немножко, когда уже все закончилось, все нагрузки, ты едешь около моря, прям шум моря, допустим. Или когда ты где-то в деревне, шум, ветер, ты знаешь, ну, а что, нормально отдохнуть. Вот у тебя, допустим, какой приятный звук? Я не знаю. Все так, ммм, да. Я же. Звук, который невозможно терпеть. Ну, скажи, что скрежет, наверное. Да, скрежет, особенно поэтому от холодильника такая фигня остается. По ней вот поведешь и вообще довези, потеряешь сразу скрежет. Как ты проводишь время накануне игры? Гончар на себя танцует, он только танцевать. На базе отдыхаем. Ты-то отдыхаешь? В сонку играем, ну, там, да, пару танцев, там, и все нормально. Пару танцев? Да. Как у тебя стиль танцев? Стиль крана. У тебя есть вредная привычка? Ты свой, скажи. А, свое? Да, сплю, отдыхаю, настраиваюсь и минуточку слушаю. Конечно. Еще скажешь, что нет? Нет. Ну, ладно. Так, ну, вредная привычка-то есть. Конечно, не есть на меня, принимает ли там всякое? Вредная иногда. Вот моя вредная привычка. Не, ну, на самом деле. Серьезно? Ну, ты говори, поделаю. В смысле, поделаю? Вот, как вот, задается вопрос, так как ты человеку. Нет вредной привычке. Вредная привычка. Какие, да. Какие вредные. Понятно. У меня нет вредной привычки. Конечно. Любимое ругательство. У-у-у. Кончат. Какое тебе любимое ругательство? У меня много ругательств. Я думаю, можно пропустить этот вопрос. Как пропустить? Мы здесь все обсуждаем. Да, все обсуждаем. Все. Любимое ругательство. Так, наверное, приличные люди. Давай, ладно, пропустим этот вопрос. Я не хочу из себя договорить. Самое смешное или дурацкое слово на свете? Мать честная? Мать не сказал, мне кажется. Мать честная. Да ладно. А что, разве не смешное слово? Дурацкое вообще. Вообще там написано самое смешное или не дурацкое слово. Ну, а дурацкое какое? Дурацкое? Дурацкое даже не знаю, какое такое тебе. Я дурацких слов не употребляю. Дурацкое слово на свете. Пальто с подвыкновенным. Я даже выиграть не смогу. Попробуй скажи. Я не буду. Скажи. Не буду. Дурацкое подвыкновенным. Подвыкновенным. Мечта в хоккее или в жизни? Ну, здесь, конечно, естественно, что добиться как можно большего в хоккее, заиграть уже на высшем уровне, а попасть в сборную. Ну, в принципе, это что? Мне кажется, самое главное в хоккее у каждого. В жизни. В жизни? В жизни, конечно, чтобы у тебя и сложилось, и семья, чтобы и родители были, да, живо-здорово там. И потом у тебя семья, дети, чтобы все было только получено. Мне кажется, что... У каждого ты должна быть. Ну, да, я полностью с тобой согласен. Солидарен. Мелодия на звонке в телефоне. Позвони мне. Да я не буду тебе звонить. У меня на звонке... Танька Буланов. Не, у меня Nokia фонарик, у меня не может быть Танька Буланов. Необычный Nokia стандартный полифонический. Дудочек. Любимый город в мире. Почему? Я что, во всех странах, что ли, был оттуда, я знаю. Ну, не знаю, может, какой-нибудь, типа, интернет видел город, тебе понравился вообще. Не знаю, мне, то, что я был, допустим, мне понравилась Прага. Но у вас остальных еще не было, не могу ничего сказать, надо все вживую видеть. Ну вот. Что ты так все с картинкой-то смотреть, это неинтересно. Ну, я вот, например, хотел бы в Париж бы съездить. Я думаю, там красиво. Да, и вот. Шмоды прикупить там, да? Да, да. А так мой любимый город Климинск. Мой город, родной. Какие девушки нравятся? Да разные там бывают. Какие? Блантинки, брюнетки там. Главное, чтобы была красивая, умная. Чтобы могла пожрать, приготовить. Это самое главное. Фигуры, да? Фигуры ты, понятное дело. Шикарно. Хорошая. Нет, такие нет. С фермой не надо. Объемных. Объемных. Необъятных, наверное. Нет, ну на самом деле нравится. Красивые девчонки, чтобы хорошие там с характером были такие, ну. Ну, как бы, не такие плаксы там. Умные еще, чтобы были. Конечно. А так, в принципе, тебе долл вообще без разницы какой-то. Конечно. Это же ничего не зависит. Правильно? Согласен. А у тебя какие девушки? А у тебя девушка есть? У меня девушка есть. Красивая, умная, все как надо. Все как надо. Все как на подбор. Как бы ты потратил миллион долларов? Купил бы себе дом с бассейном. У тебя уже ничего не осталось бы, на самом деле. С бассейном купил бы. Может, ты один бассейн купил, себе выкопал бы. Купил бы себе газон-косилку, бы ехать на газон-косилке на такой трактор. Косил бы газон. Мечта. Мечта на тракторе покататься. Мечта американского чувака. Да, я на самом деле не знаю чем-то. Да у меня никогда в жизни в руках такой суммы-то не было. Даже не надо, что их тратить. Свою хоккейную команду. Открыл бы. На миллион долларов? Конечно. Ты только коробку надо построить на миллион долларов. А я бы на открытый гонял. Открытый гонял. А землю что, покупать не надо? Не надо. У меня бы была уже земля. Я бы на своем участке подхожу. Я даже не знаю, на что потратил, наверное, панк положил бы и все. Да и все. С тобой не важно вообще. В смысле, не в вашем вопросе перейдем уже. Есть ли люди, у которых хотел попросить прощения? Да нет больше. Ну я даже не знаю там, если... Если с кем-то я... А если кого обидел там, проезжайте, пожалуйста. Не говорю в камеру. С кем бы из известных людей хотел бы поужинать? А какого холла? А я не знаю, просто написано. Какого? Ну я думаю... С Викторией Сикрет какого-нибудь там. Сикрет? Да, не очень. Да я тебе говорю, а вы знаете, что это есть, как его там, модельная агенция, по все дела? Да я не знаю там. Может быть с каким-то интересным человеком, с кем можно о чем-то поговорить, как-то провести время, не знаю. Не просто молча сидеть и мычать там, я не знаю где. Да я не знаю, я вообще не пошел. Чего ты не пошел бы? А если в приказном порядке? Ну... А ничего все. Я бы с Владимиром Владимировичем сходил бы. И о чем ты объяснил? Да и весь вечер болезнь. О делах страны вообще-то поговорил. Такого как пути, чтобы не пил, такого как пути, чтобы не пил. Опять песня с 90-х. Что хотел сказать болельщикам-капитанам? Скажи сначала. Приходите на нашу матч, поддерживайте нас, нашу хоккейную команду, дружелю. Потому что помощь ваша необходима. Вы как шестой полевой игрок, любо говоря. Так что приходите почаще на нашу матч. Болельщикам-капитанам, приходите, поддерживайте нас. Мы будем вам доказывать, что... Держите нас. Да, что нам очень нужна ваша поддержка. Потому что вы нам очень всегда помогаете, когда нас поддерживаете. Нам становится легче играть. И мы сделаем все возможное, чтобы вас радовать, радовать, еще раз радовать. Мы сделаем все, что нужно. В студии был Максим Венчаренко и Никита Комаров. Это я сам могу сказать. Все, пока. Уже не мой, кино пошло. Все, спасибо. Мальчики. Едем все. Вообще классно было, Найса. Ну вот и все. Следующими героями сквозь объектив станут братья Зариповы. Пока-пока. �абихают. Пока-пока.